Почему же нас тут не пустили? Почему ты не что-то вместе? Да вместе пошли в руни. Как? Закрытый? Без изменений. Да, суд закрытый. Ничего себе. Судья заявляется закрытыми. Поэтому, значит, судья провел это в закрытом судебном заседании. Давайте зайдем. Давайте зайдем. Оставили без изменения. И, значит, сказали на том, что залог... Оставлено без изменения. Оставлено без изменения, ходатая, то есть, решение судьи первой инстанции. И, значит, залог сказали, что по этой статье не применяется. И, в общем... А на кого ссылаются? Откуда информация? На информацию. Ой, извините, я просто не разошлась. Адвокат, это адвокат. Это адвокат, извините. Да, не лет. Нет, они... Это самое... Это самое... Это... Кивались, сказали, что мы видели, где это все было. Вообще покивали. Мы ссылались на то, что, значит, в Жаримбенах по такой же статье идет, у него подписка о невыезде. А почему же Амблату, получается... И на это тоже ссылались. И как раз мы говорили... Я говорила о том, что, значит, непроизвольное задержание, о том, что в отношении Аблязова дело уголовное возбуждается все время. И все время не могут, значит, какие-то решения, значит, суда в отношении Аблязова нет. И приводила все аргументы, и тяжесть, и личность Жамбуата, и семейное положение, о том, что имеются на иждивении престарелые родители, ребенок. Значит, это ничего не учитывалось. Залог стажа не стала рассматриваться. Я видела, что им было скучно, они меня не слушали, в общем-то, по большому счету. В любом случае Абв судебного заседания запросила, и, в общем-то, это все. Решение апелляционной инстанции было мне непросто. Вероятно, было заготовлено... Значит, то есть, получается, обедение также по старой реверции, да, уголовного? Что здесь, 93-й, 3-й? Да-да-да. Тоже слабо. Сейчас 3-й, да? Да, Б, В, да. Б, В, да? Ну, здесь, подождите, здесь, в данном судебном разбирательстве определялось только мера пресечения. Да-да. Мера пресечения оставлена по-прежнему в содержании под стражей. Санавания, я не буду закрепить. Что, нет, где вы теперь? Санавания, 107-я статья Уголовно-правдуального кодекса, ну, тут, в общем-то... А почему не впустили, это объяснили? В соответствии со 107-ю статью Уголовно-правдуального кодекса, значит, следственный судья проводит... Следственный судья проводит заседание в закрытом режиме, и, значит, апелляционное обжалование по действию следственного судья тоже проводится в закрытом режиме. Вот в этом отношении наше право не было нарушено. Другое дело, что в суде первой инстанции при изменении избрания и меры пресечения все-таки был предоставлен доступ общественности, и тогда хотя бы выслушивали мнение поручителей. Здесь, в общем-то, было все проигнорировано, и ответ на решение было готово. А они поручители отказались выслушивать, да? Они отказались выслушивать поручителей. Также я заявила о том, что дело резонансное, и имеется большое количество наблюдателей, близкие родственники, которые хотят послушать, и прессы, которые беспокоены судьбой, я сказала о том, что дело резонансное, и все-таки желательно открыть и допустить в виде исключения всех в зал суда. Все характеристики были отборены. А с самого вашего бюджета не было, скажем? Нет, такие не вышли. Все, спасибо. Нет, суде дали указание, что закрыт по этой делу, и все. Разлом на пальце. Сверху дали задание. Давайте определимся, когда конец... Поручите, старый шагик, нет? Да, сверху был, звонок. Мой звонок был, сказал. Нет, среду у нас с посудством. Да, это мое, да? Если не будет, по сути, они говорят, что 26 будет он вступать против этого, лучше закрой, и все тихо-молк. Раздав такое указание. Все это печально, друзья, очень даже. Хочу показать вам вот этот залог, за который Инга заплатила вот сейчас буквально только 15 тысяч тенге на оформление, на оценку, вернее, этого залога. В качестве залога я выставил свой автомобиль, его оценили 5 миллионов 978 тысяч тенге. Этот залог даже не рассматривался. Вот он залог. Бумаги на залог, вот они. А их даже суд не рассматривал вообще. Как вот, я не знаю. Как жить-то, вообще, не знаю. В общем, настроения нет, ребята. Все, бывайте, Жакса. Амандр, также, Жусейдин.